всем привет меня зовут лиза и сегодня у нас с вами спонтанное видео я просто почувствовала вдохновение и у меня есть немного времени записать видео пока малышка спит недавно где-то на просторах ютюба я услышала фразу которая поменяла мое самоощущение в лучшую сторону поэтому я и хочу поделиться с вами я в последнем влоге рассуждала на тему того как я хочу понравиться другим людям сделать другому человеку комфортно я очень много думаю в принципе про других когда я нахожусь в когда я встречаюсь с кем-то я хочу сделать хорошо человеку и это не всегда хорошо потому что потому что иногда это желание сделать комфортно другому человеку перерастает в желание понравиться всем и и и и мы не можем нравиться всем это невозможно понятно лиза перейдем к фразе фраза звучала примерно так когда ты находишься с человеком и ты начинаешь задаваться вопросом достаточно ли ему комфортно с тобой хорошо ли ты себя подаешь по моему то есть когда ты начинаешь очень много думать о том как другой человек чувствует себя с тобой попробуй задаться вопросом в этот момент как ты себя чувствуешь с ним комфортно ли тебе с этим человеком хорошо ли тебе то есть понимаете перевернуть вот этот для меня это было так блин точно я не задаю с этим вопросом никогда практическим я не не могу вспомнить когда я себя спрашивала этот вопрос вот еще до аркаша будучи в других отношениях я всегда думала как угодить другому человеку как сделать так вообще ну не только вот романтическим партнером бывшим или друзьям просто людям которых я только встретила как я могу себя подать так классно я все время думал о том как бы им сделать хорошо вот последнюю неделю или две я начала очень часто задавать себе этот вопрос в моменты когда я думать начинаю нравлюсь ли я человеку достаточно ли я комфортно ему делаю я начинаю себя спрашивать комфортно ли мне с этим человеком имеет ли его мнение настолько серьезный вес для меня почему я ставлю этого человека на пьедестал почему его я должна как бы возвышать как-то над собой и мне стало так легко на душе я постоянно теперь себя спрашивает этим я хотела с вами поделиться возможно у меня нестабильная самооценка но да у меня сидели такие червяки тараканы в голове которая всегда пели одну и ту же песню о том что вот надо хорошо во всем вокруг делать чтобы всем было комфортно и не поймите меня неправильно я люблю в себе это качество я люблю делать другим людям хорошо я люблю приносить позитив я люблю когда человеку комфортно со мной я люблю когда я могу смешить людей я в принципе люблю сцену знаете я такая актриса по жизни мне нравится и внимание и то что я могу зарядить кого-то это все прекрасно я говорю именно о тех моментах когда это начинает приносить ущерб мне когда это уже прям нездоровое желание сделать всем всегда хорошо забывая про себя понимаете да и наверное когда ты знаешь себе такие вопросы в голове в моменте когда чувствую себя немного хорошо ли другому человек со мной это помогает меньше думать в принципе о мнении людей других насчет тебя и насчет того что ты делаешь ведь на самом деле все люди думают чаще всего про себя и свое собственное самоощущение и свою жизнь свои проблемы они могут ненадолго подумать о тебе сказать что-то гадкое либо что-то хорошее и все дальше двигаются жизнь такая и нужно делать то что делаешь ты это что приносит тебе как бы счастье в рамках разумного понятное дело чем больше я начинаю смотреть внутрь себя тем счастливее я чем больше я начинаю спрашивать вопрос почему я себя так чувствую здесь почему мне сегодня не хорошо почему я так отреагировала почему я почему 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 я постоянно задаю себе очень много вопросов я знаю всегда ответы что самое интересное мы знаем ответы часто ну вот да так что задавать вопросы это очень очень классная тема ребята задавать вопросы самому себе я не психолог не психотерапевт не какой-то духовный наставник я просто лиза которая делится своими собственными мыслями на данный момент они такие вообще здоровый пофигизм это хорошо мне кажется чему это я а к тому что вот с материнством у меня выработал сон я хорошо очень начала выстраивать свои границы это может быть и не связано с материнством просто у меня в последнее время реально какое-то я очень изменилась я не знаю как это объяснить у меня все я будто бы расширилась я стала больше то есть я чувствую больше изобилия в жизни я чувствую больше энергии я чувствую как я сильно изменилась в лучшую сторону как я не останавливаю сама себя от хорошего я чувствую собственное как бы изобилие я себя не стискиваю обратно в размер который мне уже не подходит то есть сейчас я чувствую что я стала вот намного больше мне уже не подходят те мысли те предрассудки которые были в этом размере и сейчас я уже здесь и когда я замечаю вот эти вот мысли они отпадают раньше я себя сама очень много сковывала и не давала быть себе всем тем чем я являюсь по крайней мере на данной стадии мы все меняемся постоянно это в данный момент сейчас я так себя чувствую я так говорю потому что я через год посмотрю это видео и будет уже совсем совсем другие мысли я вообще не буду вспоминать наверное через год что я задавала себе даже вопросы это уже будет у меня знаете такой механизм что я не буду постоянно пытаться всем вокруг но не себе будем заканчивать небольшой такой выпуск наш или за этом я желаю вам всего хорошего пока